Здравствуйте, весы! Это будет прогноз на любовь и отношения для вас на январь 2018 года. Я буду делать очень простой расклад. Прошлое, настоящее, будущее. Прошлое может быть совсем недавнее прошлое, буквально там вот неделя, месяц назад. Или может быть чуть подальше, но это имеет отношение к теперешней ситуации, значит, тогда. Прошлое, настоящее, это настоящее, то, что вот сейчас происходит, или вот-вот, как говорится, на днях. И будущее к концу января, безусловно, раз мы делаем с вами на январе. Совет, сенси советом, вот так же. Весы, 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 весы в любовных, романтических отношениях, что может, что нам захотят показать. Общие расклады, они не бывают для всех-всех-всех, надо это понимать. Так, в прошлом, что было в прошлом, весы, что покажут? Десятка кубков, карта счастья, карта такого душевного покоя, радости. Мы вместе, любим, всё хорошо, мы так понимаем друг друга. Такое вот стопроцентное взаимопонимание, счастье, умиротворение. Практически сказочная карта, практически. В отношениях, вот, реально душа на месте. Хорошо. В настоящий момент, ладно, в настоящий момент. Что происходит сейчас в отношениях? Сейчас у нас случился дьявол. Так, то есть, получается, из этого умиротворения, из этого состояния покоя, радости, любви, расслабленности, да, какой-то. Отсутствие каких-то военных, боевых действий, потому что это Марс в рыбах, он такой мягкий, приятный. Вдруг у нас случился дьявол, лобана. То есть, либо нас охватила страсть неимоверная, допустим, желание, да, либо нас охватил страх, либо ревность, либо что-то нас так сильно напрягло, и мы прям вот почувствовали себя, знаете, как в тисках каких-то. И эти тиски так медленно-медленно сжимаются. По дьяволу разные ощущения бывают, но они 100% очень яркие. Вот единственное, что характерно, что можно сказать, тут хоть страх, хоть страсть, хоть желание, хоть что угодно, и жажда власти, и жажда денег, и ревности, и всё на свете. Но то, что это очень такое насыщенное, колоритное, и оно, знаете, как сверлит вот эта мысль, она сверлит наш мозг. Хорошо. Что же к концу января? Посмотрим, что там высверлим весы. Ну-ка, ну-ка, к концу января. Что мы... Сила. Здесь прям такие вот нешуточные какие-то страсти кипят в отношениях. Но по силе. Конечно, в отношениях могут, так сказать, возродиться, что ли. Вот здесь, если знаете, здесь могло быть очень спокойно. Спокойно и радостно. Без страстей, хочу заметить, особых. Просто вот жили себе, не тужили, вот, как в сказке. Здесь по дьяволу вдруг, я не знаю, какой там элемент реально поставил кого-то на уши. И заставил неистово что-то хотеть. То есть здесь уже, вот, между людьми, тут уже нет такого покоя. Тут уже, знаете, страсти кипят. Все эмоции такие яркие, сильные. Но тема ревности, извините, весы здесь может присутствовать. Совет, совет. Мы сейчас киперами с вами посмотрим подробности. Совет весам. Что порекомендуют, что посоветуют. Колесо фортуны. Да, интересненько. Что делать не надо? От этого вас отговаривают. Рыцарь мечей. Ага, все понятно. Не торопите события по рыцарю мечей в антисовете. Не торопите события, не злитесь, не неистовствуйте, не тащите никого, извиняюсь, в койку, если что. Я просто смотрю на эти карты, да. То есть не надо напирать, не надо наезжать, не надо подгонять, не надо ругаться, конфликтовать. Не надо. Понимаете? Старайтесь, вот смотрите, происходят какие-то события. Что такое колесо фортуны? Вот вы за рулем. Кто не ездит? Ну, представьте, на велосипеде. Вы едете. Вот тут кочечка, тут поворот, тут светофор красный загорелся. Что вы делаете? Вы автомобилем управляете, своим. А не кочку вы ходите и начинаете выравнивать, понимаете? Или светофор переключать. Вы же этого не делаете. Жизнь идет своим чередом. А вы на этом своем автомобиле, то есть вы, как водитель, вы управляете и подстраиваетесь под внешние условия. Да, цель у вас какая-то есть, глобальная. Вы к ней как бы идете. Но вы не пытаетесь выходить и со словами «мать твою» там чего-то начинать с этой дорогой выяснять отношения с этим светофором, с гаишником. То есть вы этого не делаете, понимаете? Так и здесь не надо этого делать. Не надо ничего форсировать, не надо ни на кого наезжать, нападать, злиться, ругаться, торопить, тащить куда-то, напирать. В общем, этого не надо. Вот надо подстроиться под обстоятельства. Как они складываются, вы немножечко корректируете свои планы. Вы подстраиваетесь под текущую ситуацию. Потому что по-другому у вас не получится. Колесо фортуны в совете говорит тоже, ты прими, пожалуйста, циклы жизни. Ты пойми, что они существуют, говорит нам колесо фортуны. И как бы мы не хотели что-то там продавить, какую-то ситуацию, мы скорее споткнемся, чем у нас получится, понимаете? Ну-ка, ну-ка, весы. Десятка кубков. Десятка кубков. Карты безмятежности, любви, счастья, благополучия. Но здесь у нас переживания в связи с этим счастьем. То есть было счастье, была радость. Может быть, там признание в любви, прекрасное времяпровождение вместе. Ну, жизнь такая вот, я говорю, счастливая, расслабленная. Но что-то было какое-то, вы знаете, вот чуть-чуть. Переживания на эту тему были. Слегонца. Не сильно, но были. Или что-то вы такое узнали, получили какую-то информацию, которая вас вот не порадовала. Ну, что ж там у вас по этому дьяволу-то сейчас? Что за страсти-то такие не детские, не шуточные? Что за желания такие? Мы посмотрим. Ага, вы что-то ждёте. И терпение ваше лобается. Понятно, почему рыцарь мечей в антисовете. Потому что вы уже готовы, не знаю, там сорваться, прыгнуть в машину, поехать и морду набить, высказать всё, что вы думаете. Так, спокойно. Не надо этого делать. Или надо будет для какого-то действия дождаться правильного момента. Это карта желаний в том числе. Так что здесь кто-то горит неистовыми желаниями. Ну, неистовыми они не знают, что они плохие. Просто они из разряда, я же говорю, секс, деньги, власть. Вот такое. Каждого своё желание. Может быть, конечно, вы бы хотели, чтобы партнёр вам подчинялся, а вы ждёте, когда же он, она появится, чтобы под колпак посадить. Вот эту, верёвочки привязать и за эти верёвочки дёргать. Ну, условно. Я шучу, конечно. Да, я всегда полушутку. Есть, короче, у весов какие-то очень сильные желания. Да. Но вам говорят, с ними не торопиться. Сила. Ну, а пространство всё равно будет испытывать ваше терпение. Но зато в отношениях могут быть такие, прям, вы знаете, настоящие чувства, такие прям эмоции будут там. Ух! И ситуации, которые могут, кстати, испытывать и вашу стойкость и терпение. Сейчас мы вас смотрим киперами. Я уже боюсь весы ваши расклады тоже смотреть. Так, весы, 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 весы. К силе. Карта фортуны, карта удачи. По сути дела, как колеса фортуны. Смотрите, где-то получается к концу января. Так, плюс-минус недели, слышите? Там, последние недели января, начало, самое февраля. Где-то так имейте в виду. Короче, будет момент. Будет момент, когда вам, ну, вот, то, что вы очень сильно хотели, желали. То есть, удача будет на вашей стороне. Понимаете? Будет правильный момент. Не лезьте вперёд батьки в пекло. Вот, не лезьте. Только этого не делайте, потому что вы всё напортачите и испортите. Вы испугаете. Вы, не знаю, там, если вот своей нетерпеливости позволите вырваться, вы всё не вовремя сделаете, короче. Всё не так, не так, не то. Не надо этого делать. Всё. Дождитесь правильного момента, говорит вам колесо фортуны. Это карта сезонов, это карта циклов, это карта удачи, удачных моментов, каких-то совпадений, стечений обстоятельств. Вот на них и полагайтесь. Вот, какими бы вы умными не были, вот умными, смелыми, сильными, самыми умными, приумными, забудьте об этом. В любовных отношениях, вот здесь в январе, забудьте об этом. И будет вам тогда счастье. Дорогие весы, ой, я вам желаю дождаться, чтобы этот удачный момент пришёл как можно быстрее, и вам бы не пришлось долго ждать. Но держите себя в руках. Всё. Удачи вам, любви и процветания. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok